Итак, в этот раз у нас треугольник, в котором известны все стороны, то есть фиксированная конструкция. Фиксированная конструкция это обычно не очень приятно, но выглядит задача как стандартная. Как обычно, ставьте видео прямо сейчас на паузу и пытайтесь самостоятельно сделать хоть какие-то действия, потому что здесь на самом деле очень много чего можно делать, потому что у треугольника все три стороны известны. Вариантов первых шагов может быть очень-очень много разных. Вот посмотрите, какие первые шаги вам придут в голову, что вы посчитаете интуитивно верным и к чему придете в конце концов. Сможете ли с помощью них дойти до решения задачи. Ну а пока поставили видео на паузу, естественно, нажимай-кайте лайк. Так, ну давайте начинать разбирать. Есть у нас некий треугольник, и стороны у него такие, 15, 8, 9. Давайте сразу заметим, что это вообще любопытная достаточно штука, да? Стороны 15, 8, 9 это очень тупоугольный треугольник, потому что 8 плюс 9, 17, это почти 15. То есть у меня прям такой вот какой-то, вот прямо, я бы сказал, вот такой треугольник. 8 и 9. Оп. 8, 9, 15. Да, что у нас тут со сторонами? B, C, A. Да, с вершинами, в смысле, что у нас? Вершина B, C, A вот так расположена. Точка D. Теперь лежит на прямой B, C. На прямой B, C. То есть на прямой, не на отрезке B, C, не на стороне B, C. На прямой B, C. Так что B, D, D, C равно 3 к 8. Ну, это так себе, честно говоря, так себе. B, D, D, C равно 3 к 8. Почему это так себе? Потому что если у нас что-то разделено в отношении 3 к 8, значит, это что-то разделили на 11 отрезков, да? Потому что 3 плюс 8 равно 11. И получается 3 одиннадцатых у меня приходится сюда, 8 одиннадцатых сюда. Ну, то есть уже, видите, некрасивые дроби пошли. Давайте сразу вычислим. Значит, 3 восьмых от 8, от 8, это 3. Тьфу, 3 одиннадцатых. Извините, 3 одиннадцатых от 8 вычисляем. Это 24 одиннадцатых. Вот, неприятно. А 8 одиннадцатых, это 64 одиннадцатых. Так, а то, что тут 8 уже не сильно важно, ну ладно. То есть так будет. Так. Теперь окружности вписаны в каждый из треугольников A, D, C и A, D, B. Угу. Есть окружность вписанная сюда. Ну, как бы вот, как-то вот, как-то вот так вот она вписана. И сюда вписана еще одна окружность. Вот. И касается стороны A, D в точках E и F. Ну, я на самом деле сейчас брошу попытки очертить этот момент даже. Я просто оставлю как-то вот так вот, что у меня проведены, скажем так, радиусы, да, к этим точкам просто. Значит, тут точка E и точка F. Радиусы к этой касательной, скажем так, приведены. И вот надо нам EF найти. Да. Ну, отрезка EF. Возначим его за X. Как будем действовать? Так, я, если честно, ну, эту задачу перед разбором я не прорешил, естественно. Вообще, в принципе, я очень редко, как бы, прорешиваю задачу. Скорее всего, это случайно бывает перед разбором. То есть, если я с кем-то такую задачу недавно решал, то я помню там четко от начала до конца, что надо делать. А вот здесь я пока не помню. Но, вроде как, такую задачу можно решить строго через отрезки касательных. Что имеется в виду? Ситуация следующая. Если у нас, если у нас есть вот такой вот чертеж, да, когда окружность касается сторон угла, то отрезки касательных, проведенных к окружности из одной точки равны. Отрезки касательных равны. Итак, что это нам позволяет сделать? Это мне позволяет сейчас ввести несколько разных отрезков касательных, да, и через них что-то найти. Так, да, давайте сделаем что? Вот здесь проведем тоже радиусы. И вот здесь проведем радиусы. Я только что просто осознал, что у нас вот здесь вот все сейчас будет очень мелко. Так, вот у нас чертеж, как бы правдоподобный чертеж такой, но на самом деле, если мы будем на неправдоподобном чертеже решать задачу, ничего страшного не произойдет, там принцип будет все тот же, но конструкция будет выглядеть намного удобнее. Поэтому я сейчас нарисую чертеж, наоборот, не похожий на ту ситуацию, что у нас здесь есть. Так, конкретно я нарисую вот такой вот чертеж. Так, он такой уже более растянутый треугольник. У меня там будет не так все слеплено в одну, близко к одной точке, скажем так. Так, то есть в чем проблема? У меня вот здесь вот слишком все как-то захламлено, в общем, я не могу там никакие вершины отмечать. Итак, точка D. Есть некая точка E. Да, вот сюда у нас будет падать высота точка E. Тут у нас пусть будет какая-то точка E, F, G у нас осталась, да, еще точка G. Так, здесь будут B и C. Здесь отрезки 64,11, 24,11, 15 и 9. Давайте, в общем, решать на непохожем чертеже, наоборот, а не так, как мы обычно делаем, чтобы максимально похожим был чертеж. Так, E, F. Так, точка E, точнее, вот здесь. А, я все перепутал. Ну, вообще супер, неважно вообще. Пусть у нас тут будет F, а там E. В любом случае этот отрезок так и остается отрезком E, F. Так, что мы будем делать? Давайте введем какие-либо обозначения. Например, вот этот отрезок давайте назовем Y. Отрезок DE будет равен Y, например. Вот. Что я сразу же могу сказать? У меня отрезок DG тоже Y. Сразу же. Далее. Отрезок BG. BG. Это 24,11 минус Y. Ну, потому что у нас весь вот этот отрезок был 24,11, я напоминаю, да? А этот 24,11 минус Y. Вот. Далее. Значит, отрезок EFGH. Вот. BH. Он тоже равен 24,11 минус Y. 11 минус Y. Вот. Отрезок AH. Отрезок AH. Это 15 минус 24,11 минус Y. То есть, ну, вот идем просто в эту сторону, да? 15 минус... Так, 24,11 минус Y. Ну, давайте так вот запишем, конечно. Здесь у нас сейчас все будет. 165 минус 24. 141,11. Плюс Y. Тут у нас будет отрезок AH. То есть, мы вот такой отрезок нашли. И, наконец-таки, отрезок AE теперь можем найти. Отрезок AE имеет длину такую же, да? У нас еще и отрезок AE. Подпишем сюда. Вот. То есть, мы сейчас имеем отрезок AE. Хорошо. Далее. Я напоминаю, что мы ввели отрезок еще длины EF, как X. Что мы получаем? Мы получаем, что DF у нас X плюс Y. Абсолютно аналогичным образом. Отрезок, так, GH здесь будет I, здесь будет K. Отрезок DI будет равен DF. Давайте я прям так и напишу. DI равно DF равно X плюс Y. Почему? Опять же, напоминаю, потому что это отрезки общих касательных. Отрезки общих касательных равны. У меня здесь окружность подразумевается. А это отрезки общих касательных. Я сейчас руководствуюсь только этим. Далее, CK равно CI равно 64 одиннадцатых минус X минус Y. Потому что весь отрезок CD это 64 одиннадцатых. DI я только что нашел. CI теперь нахожу как 64 одиннадцатых минус DI. Далее, CK мне известно. Теперь я найду отрезок АК. Отрезок АК. Он, в свою очередь, равен отрезку AF. Опять же, вот эти два отрезка касательных равны. Значит, AF равно АК. AF равно АК равно... АК... Да, 9. 9. Это AC, да? Минус ЦК. То есть, минус 64 одиннадцатых минус X минус Y. Вот такая история. Так, это 99 одиннадцатых минус 64 одиннадцатых. Это 30... Господи, 9 минус 4. 5. 35 одиннадцатых. Плюс X плюс Y. Ура! Отрезок AF мы тоже нашли. Ну и... Что я могу теперь сказать? Я могу сказать, что отрезок AF... AE... Отрезок AE теперь равен... Отрезок AE равен... AF плюс FE. То есть, все вот выше написано. 35 одиннадцатых. Плюс X плюс Y. Плюс X плюс Y. Да еще и плюс FE плюс X. Все. Таким образом, у нас один и тот же отрезок AE найден двумя разными способами. Да? Вот у нас AE и вот у нас AE. То есть, я могу сказать, что 141 одиннадцатая плюс Y. Это вообще-то то же самое, что 35 одиннадцатых плюс 2X плюс Y. И вся прелесть в том, что вот этот вот вспомогательный аргумент Y, вспомогательный, вспомогательная переменная Y, точнее, она таки действительно была вспомогательной. То есть, она исчезла. Мы ее вообще не вычисляем здесь. И получаем, что это все у нас вот взаимоуничтожается. Так. И получаем, в конце концов, что 2X равно 141 минус 35. Это... Ох, как сложно это считать. 106 одиннадцатых, да? 106 одиннадцатых. Ну и последний штрих отсюда. X это 53 одиннадцатых. Фух. Вот. Вычислили. Отрезок длины... Отрезок EF имеет длину 53 одиннадцатых. Вот это первый ответ. Так. Ну, давайте, как уже завелось у нас. Я второй ответ сейчас, опять же, давать не буду. А просто напомню, что у нас второй случай, ну, именно вот здесь появится. Я думаю, уже те, кто как минимум давно смотрит разборы вот этих задач 2009-2010 года, понимают, как уже вторые случаи у нас возникают. Да, и, в принципе, могут самостоятельно сейчас эту конструкцию, опять же, выполнить и найти, чему равен отрезок EF во втором случае. Напишите в комментариях, какой у вас получился ответ. Только обязательно делайте это через 10 точек, чтобы остальные не видели сходу в комментарии ответ. А также, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, что там, колокольчик, комментарии пишите друзьям, рекомендуйте. Всем одноклассникам, кстати, порекомендуйте. Может быть, даже учительнице порекомендуйте. Я действительно тут стараюсь делать разборы максимально понятные, максимально понятные, ну, в общем, что еще тут? Максимально развернутые разборы стараюсь делать. Если чего-то не хватило, какие-то нюансы были непонятные, обязательно пишите в комментариях, типа, а почему вот это у тебя вот так вот, да? Вот, я вроде как стараюсь все нюансы объяснить, но может что-то непонятно еще. Короче, спасибо за внимание, встретимся на следующем разборе. Пока!